Девушки отдыхают Сегодня понедельник и, как всегда, с вами программа «В мире знаний» телекомпании «Ноттер Нальчик». В городе Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, находится государственная национальная библиотека имени Мальбахова. Ее фонд составляет около 2 миллионов экземпляров, а посещают в год свыше 30 тысяч читателей. Это самое крупное книгохранилище национальной, республиканской и общероссийской печати. Также это еще и культурный образовательный центр. В библиотеке функционирует 10 клубов и читательских объединений, в которых можно найти новых друзей, отдохнуть всей семьей и поговорить на интересующие темы. И сегодня мы приглашаем вас посмотреть наш сюжет, который называется «Проба пера». Оставайтесь с нами. В государственной национальной библиотеке имени Мальбахова сотрудники читального зала провели поэтический турнир «Батл. Вы поэт, ваш выход». Это встреча с одаренными детьми, начинающими литераторами, первый цикл в рамках проекта под общим названием «Дети 21 века. Дети света». В зале собрались молодые дарования для декларации своих стихов. В поэтической дуэли компетентные жюри, в которые вошли Хасан Тхадеблов, Светлана Матаева, Александра Арзануц и Залина Конукоева, определяют победителей. Конкурс состоит из трех туров. В зимней Паралимпиаде в Сочи 2014 года. Шаг навстречу. Вот человек, такой же, как и ты, и так же проживает он свой век, и у него есть грезы и мечты, хоть этот на коляске человек. Иные пожалеть его спешат, другие прячут взор при встрече, а третьих мысль поражает, как гроза. Я это лучше вовсе не замечу. Не отводи глаза, а сделай шаг навстречу. Мы так спешим порой. Сменяет утро, вечер. Ты не спеши. Постой. Расправь пошире плечи. Не стой к нему спиной, а делай шаг навстречу. Возможности его так безграничны на фоне микробед твоих. Он каждый день рекорд свой ставит личный. Хотя прекрасно ты живешь без них. Вот этому учись. И делай шаг навстречу. Простейшая ступенька может стать. Ему преграды непреодолимы. И силы можешь ты ему предать. Лишь если не проходишь мимо. Спасибо. Ходили легенды, ходила молва, что у человека душа была. Ходили легенды, ходила молва, что любовь в человеческом сердце жила. Старцы молвили о том, что люди дружили когда-то. Старцы молвили о том, что мир на земле был когда-то. Ночами дети мечтали о том, чтобы мир воцарился снова. Но им это всем запрещали. Мечтать нельзя, это ново. Но где-то в лесах далеко-далеко жил мальчик, такой, как раньше. Где-то в лесах давным-давно поселился и жил, как раньше. Где-то там далеко в природе любовь жила. Где-то там далеко-далеко душа она была. А старцы молвили опять, что дикарь живет в лесах. А старцы молвили опять, что он ушел туда в сердцах. Что он живет лишь среди бед. Что лишь трава ему обед. Что он вернуться не хотел. Что не жизнь его удел. А дикарь среди степей был счастливее всех людей. Был свободен и велик. Он природы знал язык. А ночами дети дулись, что свободу не видали. Что любовь и не познали. А наутро не проснулись. Их убили, растоптали. Ведь о чем они мечтали? Жить, верить и любить. А таких-то что? Убить. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И так вам покин wood. А даже танец по Onun. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любовь к книге мне привила мама, она всегда перед сном нам читала Гарри Поттера Именно благодаря этому мой брат начал читать, я начала читать, моя сестра начала читать И это ее заслуга, что я пишу стихи, что я люблю читать, что я пишу рассказы и так далее Кто является первым слушателем? Мама Да, мама и аудитория в школе, в которой я выступала со своим стихотворением, когда у нас был поэтический конкурс На какую тематику ты любишь писать? Вы знаете, я не могу сказать, что я люблю писать на какую-то тематику Когда на человека накатывает вдохновение, он уже не может взять и сказать Я буду писать о природе, я буду писать о любви или еще о чем-то Чаще всего она меня накатывает, я просто беру ручку и рука сама пишет все, что ей нужно написать Так что я не могу сказать, на какую тематику я люблю писать Но получается, что я пишу на тематику человеческой души, человеческих переживаний, каких-то страхов человека и так далее Скажи, в будущем ты уже задумывалась, что ты выберешь, какое направление в жизни, кем ты хочешь стать? Я с самого детства долго об этом думала Мне прочили профессию сначала юриста, потом журналиста Потом очень много профессий психолог, писатель И я решила для себя так, что учиться я буду на международном деле А дальше как пойдет, возможно я начну писать, одновременно с этим буду журналистом И одновременно с этим буду юристом или путешествовать еще где-то Я не хочу ставить себя в какие-то рамки, определять, что я буду вот этим человеком заниматься вот этим делом Что для тебя такого рода мероприятие? Для меня это возможность познакомиться с новыми людьми в первую очередь Например, Алим Сижажев, с которыми познакомилась Члены жюри, очень интересные люди Просто другие люди, которые тоже сочиняют стихи, которые этим занимаются, которым это интересно Они по духу мне близки, мне нравится с такими людьми знакомиться Потому что чаще всего таких людей очень мало Сюда пришли все, кому не безразлична поэзия Кто не только пишет сам, но и с проникновением, и от всего сердца Любит декламировать стихи советских и российских поэтов Горят города по пути этих полчищ Горят города по пути этих полчищ Разрушены села, потоптано рожь И всюду поспешно и жадно Поволчьи Творят эти люди разбой и грабеж Но разве что люди Никто не поверит При встрече с одетым в мундиры зверьем Они и едят не как люди Как звери глотают парную свинину сырьем У них и повадки совсем не людские Скажите, способен ли кто из людей Пытать старика на веревке таская Насиловать мать на глазах у детей Закапывать жителей мирных живыми За то, что обличьем с тобой не одно Нет, врете Чужое присвоили имя Людьми вас никто не считает давно Вы чтите войну и на поприще этом Такими вас знаем, какие вы есть Пристреливать раненых, сжечь лазареты До школы бомбить ваших воинов в честь Узнали мы вас за короткие сроки И поняли, что вас на битву ведет Холодных, довольных, тупых и жестоких Но смирных и жалких, как время придет И ты, что стоишь без ремня предо мною Ладонью себя ударяющей в грудь Сующей мне карточку сына с женою Ты думаешь, я тебе верю? Ничуть Не видятся женщин с ребятами лица Когда вы стреляли на площади в них Их кровь на оборванных наспех петлицах На потных, холодных ладонях твоих Покуда ты с теми, кто небо и землю хотят у нас взять Свободу и честь Покуда ты с ними, ты враг И да здравствует кара и месть Ты, серый от пепла сожженных селений Над жизнью навесивший тень своих крыл Ты думал, что мы поползем на коленях? Не ужас! Ярость ты в нас пробудил Мы будем вас бить все сильнее час от часу Штыком и снарядом, ножом и дубьем Мы будем вас бить, глушить вас фугасом Мы рот вам советской землей забьем И пускай до последнего часа расплаты Не от торжества, не далекого дня Мне не дожить, как и многим ребятам Которые были не хуже меня Я долг свой всегда по-солдатски приемлю И если уж смерть выбирать нам, друзья То лучше, чем смерть За родимую землю и выбрать нельзя Я сердцем никогда не лгу Пускай ты выпита другим Но мне осталось, мне осталось Твоих волос стеклянный дым И глаз осенняя усталость О возраст осени Он мне дороже юности и лета Ты стала нравиться вдвойне Воображению поэта Я сердцем никогда не лгу И потому на голос чванства Бесстрепетно сказать могу Что я прощаюсь с хулиганством Пора расстаться с озорной И непокорною отвагой Уж сердце напилось иной Кровь отрезляющую брагой И мне в окошко постучал сентябрь Багряной веткой ивы Чтоб я готов был и встречал Его приход неприхотливый Теперь со многими я мирюсь Без принуждения, без утраты Иною кажется мне Русь Иными кладбища и хаты Прозрачно я смотрю вокруг И вижу там ли, здесь ли, где-то ли Что ты одна, сестра и друг Могла быть спутницей поэта Чтоб я одной тебе бы мог Воспитываясь в постоянстве Пропеть о сумерках дорог И уходящем хулиганстве Начинающему поэту необходимо знать Что существуют определенные критерии Оценки стихотворных произведений Во-первых, в стихотворении должна быть Новая идея, мысль, изложенная в поэтической форме А также необходимо правильно определить Баланс формы и содержания И строго его соблюдать В любом языке есть правила Которых необходимо придерживаться Особенно начинающим авторам Молодой поэт может и не владеть языком виртуозно Однако ясность изложения и грамотность Тот минимум, которым должен обладать Начинающий автор для того, чтобы читатель мог его понять Дорогие друзья, мне хочется вот коротко сказать О том событии, которые здесь происходят Вот, можно спорить о том, значит, о лексике О наших пристрастиях к каким-то языковым Привнесениям из других языков Можно соглашаться с этим, можно и не соглашаться Сейчас очень много разного рода, значит, привнесений Принтеры, твиттеры, вот, и много-много всякого другого Вы это знаете не хуже меня Однако здесь вопрос стоит правильно Что мы в соответствии с нашей конституцией И с нашими документами нашего правительства и парламента У нас есть государственная программа о поддержке трех наших языков Кабардинского, балкарского, русского Ну, единственное, могу сожалеть о том, что наши балкарцы оказались пассивными Ну, хорошо, что пришли другие ребята Очень хорошо, что у нас ребята занимаются литературой, пишут стихи Читают тоже красиво Я заметила, что, что касается техники То там некоторые предпочитают и белый стих Нерифмованную поэзию Это тоже допускается, если это глубокая и с философской точки зрения хорошая поэзия Вот, я уже не первый раз слушаю Пашу Айбазова Уже в большом зале он выступал По-моему, это в концертном зале Где-то мы были с вами, вы выступали Вот, и приятно слышать и приятно думать о том Что у нас есть тяготение к книге У нас есть тяготение к поэзии И приятно видеть, что Национальная библиотека Прилагает к этому огромные, большие и очень хорошие, добрые усилия Чтобы мы любили книгу, чтобы мы читали книги Чтобы мы никогда не забывали, что бумажный носитель ничем не хуже электронных сейчас средств массовой информации В том числе и в чтении Сейчас вот еще хотелось сказать насчет чтения стихотворения Константина Симонова Вы очень хорошо читали, но есть еще такая вещь Чем насыщеннее эмоциями стихотворения Чем оно больше идет от сердца А поэзия, вообще-то, она всегда, это дорога к сердцу Тем нужно без крика и без надрыва читать некоторые вещи Вот, например, такие строчки Маяковского из поэмы «Во весь голос» Там у него есть вот такие строки Мне наплевать на бронзы многопутья Мне наплевать на мраморную слизь Сочтемся славою, ведь мы свои же люди И пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм Понимаете, такие вещи надо читать без крика, без надрыва И даже строки о нашей любви к родине И о том, что мы сокрушим фашистов Одно дело, когда солдат идет в бой Когда он на передовой Когда гремят и взрывы, и гранаты взрываются Вот тогда, наверное, этот крик, возможно, уместен Надрыв этот, вперед в атаку А здесь можно спокойнее об этом прочитать И у Светлого Михаила тоже на эту тему было такое замечание Его мысль, что, допустим, женщина Вот две женщины, две плачущие женщины Одна рыдает, много крика, много надрыва И тихая, и женщина, которая тихо плачет Она больше впечатляет того, кто смотрит, видит этих людей Чем та, которая вот на взрыв И поэтому вот чуть-чуть можно, значит, смикшировать наши голоса Что тут еще? Насчет Миланы Замечательная девочка, очень хорошая Но если ты, Миланочка, написала стихотворение Его нужно прочесть так, чтобы это дошло до каждого Каждое твое слово Оно должно, понимаешь, акцентированно доходить до нашего слуха, до наших сердец Ибо поэзия – это поэзия сердца Прежде всего, ты, хорошее, наверное, написала стихотворение Но ты его прочитала невнятно Дальше Есть поэзия оформленная, ритмическая, рифмованная поэзия Если вы, извините, грубый пример приведу Если вы начали вашу строку, ваше стихотворение в ритме вальса Вы должны его и закончить вальсом Если вы начали, значит, его румбой или фокстротом Вот в этом ритме, в этом ритме вы и должны заканчивать ваше стихотворение А то вы начали, значит, в ритме вальса Потом ушли ваши другие четверостиши и пошли, значит, калинкой Там еще чем-то это не годится То есть речь идет о стиле О поэтическом стиле, который вы должны соблюдать Начали в одном ритме Тучки небесные, вечные странники и так далее Вы должны вот в этом же ритме И следующей четверостиши вот такой же строкой начинать Вот в таком же ритме То есть музыкально Если есть у вас слух Это очень важно для тех, кто пишет стихи То у вас все получится Просто надо немножко учиться Стихотворение посвящается событиям 2014 года И присоединению Крыма к России Я гражданин Россия наша родина Страна, объединившая собой народы Она огромна, необъятна и сильна Основа мира, дружбы и свободы Мне мало лет Недавно получил я паспорт Но я с рождения все же гражданин Я дня стараюсь не прожить напрасно Без пользы для своей большой страны Сегодня я своей задачей вижу труд Мой труд в настойчивом учении и старании Меня уверен, многие поймут Но есть и те, в ком не найду я понимания Привыкший требовать внимания от страны И благ земных от государства А что конкретно сделал ты? Лишь только накопил претензий массу Не надо родину ругать Ждать революции, обижаться Ее не стоит покидать А надо взять и здесь остаться Всего лишь надо просто жить Чтить дисциплину на дорогах С друзьями искренне дружить Не предавать, верить в Бога Учись, работай и живи И сохраняй свою культуру Людей, кто старше, береги Для младших будь надежным другом Не становись коррупцией звеном Слюнявя денежки для жадного чинуши Пусть это будет его совести пятном С ним не равняйся в молодушье И не заметишь ты тогда Как изменил ты государство Как стала сильная страна И как исчезло вовсе хамство Найди пути решения проблем Не рассуждений время Время действий Ведь все мы ждем и жаждем перемен Как в культовой и чтимой мною песне Я гражданин А это значит, я часть народа Часть страны родной Так, если будет думать каждый мальчик То все в порядке будет со страной Русский язык Русский язык велик и могуч Остер и чудесен Велик, многолик Русский язык силен и прекрасен Так прост и богат Хитер и опасен Превращаешь ты русское слово В щебетание щегла В детский лепет Все же смысла живая основа Сквозь все это звучит и горит В тебе я вижу смысл жизни В тебе я вижу жизни свет И в честь тебя звучат пусть песни Встречая радостно рассвет Люблю тебя Дышу тобой Священный мой язык Горжусь тобой Горжусь собой Любимый мой язык Стих посвященный матери поэта Поэта-мать счастливее всех на свете Не одному А множество миров Она дарует жизнь И в путь дорогу Готовит поколений целый ряд Поэта-мать счастливее всех на свете В сердца и души вселит мир Покой И без нее С небес далекие планеты Свидеть не могут Во вселенной Нет Поэта-мать счастливее всех других Талантов возвращают долгие дети Пусть тратит жизнь Изголовье их И муза-мир Баюкает с ней вместе Подведем итоги второго тура И узнаем имена трех финалистов Такую, знаете, серьезную публицистику Вот, видимо, он увлекается вот такими Гражданская лирика у него Лично мне понравился Стихотворение, оно сильное Но ему нужно немножечко и о лирике подумать Может быть Теперь, кто у нас выступал? Значит, Бабгоева Милана, да? Русский язык Очень хорошее проникновенное стихотворение Я думаю, что Это очень думающая девочка Понимаете, когда Сами читают С листа Очень трудно бывает Значит, определиться и тем, кто слушает Хорошо бы, например, членам жюри Посмотреть тексты Вот, чтобы сделать уже какие-то конкретные Существенные замечания Но в данном случае мы не собрались Здесь на такой уж семинар профессиональный Здесь ребята, которые любят литературу Пишут стихи Мы это поддерживаем И Бабгоева Миланочка остается Так, кто у нас еще уходит? По-моему, уходит Курашева Дана В этот раз Даночка, не подумайте ничего Вот Мы тоже иногда уходили Ничего, вот еще живые до сих пор Так что все будет хорошо Работайте Хорошо, работайте А вот весна у тебя было очень хорошее стихотворение Но с технической точки зрения Я же говорю Надо было бы нам, членам жюри Держать в руках эти листочки Вот заранее можно было Значит, предусмотреть И мы бы сделали конкретные замечания Построчные Например, допустим Вот Бабгоева Рифмовала Чудесен, прекрасен Понимаете? Вот получается, значит Плохая рифма Чудесен, прекрасен Вот Ладно, может, прекрасен, опасен, да? Вот Здесь звуковые сочетания совершенно Чудесен, прекрасен Там еще много было огрехов Поэтому В данном случае Вот Даночка Курашева Покидает наш Этот Алимп Да Подиум Пока Подиум Остальные остаются На третий тур Меня зовут Бабгоева Милана Я учница Литературной студии Свеча Сегодня на этот Баттл я пришла Чтобы поучаствовать Пишу стихи я давно Почти Начиная с третьего класса Я пишу стихи Да Во многих газетах И журналах Меня печатали В журнале В журнале Нур Солнышко В газетах И в других Многих В газетах Поксанский вестник Адыгапсата И в других Стихотворение И воспитанием Что мне дано Пусть понимание Этого пришло Не сразу Не умалять Это ценности Его Я Есть Частичка Моего Кавказа Кавказ Мой дом Родная сторона Мы Все равно Что грани У алмаза Чем больше нас Тем выше нам Цена Должны быть Крепче И сплоченнее Наши силы Мы быть должны Внимательнее К другим Нам лучше Жить в огромном Светлом мире В терпении Счастье Вере И любви Рожденная в станице В Адыгее Прабабушка Спасалась от войны В грузинском Кутаиссе Что южнее Ее там встретил Прадед Фронтовик Мой предок За женой Из Карачая Пришел по горным тропам В Кабарду Кавказ Любил Души он в нем не чаял Его фамилию я С гордостью ношу Голодный год Спасаясь от горячки Из Ставрополья Прибыла в Моздок Семья моей Прабабушки-армянки Дала Осетия Надежды Ей росток Моя семья С историей Кавказа Кавказ седой С историей семьи Навеки Меж собою связаны Друг с другом Судьбами Сплелись Душа и сердце Моего Кавказа Знаю я В горах родных Между двух больших морей Моя Родная Кабардино-Балкария Мечты мои и мысли Все о ней Нам нужен мир За бесцельно И пусть пушки Третье место Алина Вы кому отдаете? Бербекова Камила Бербекова Камила Я тоже за то, что Бербекова Камила Третье место Бербекова Камила Бербекова Камила Третье место Бербекова Камила Третье место Присуждается Бербековой Камиле Бербековой Камиле С чем у нее И поздравлюсь Большинством голосов. Второе место присуждаем. Миланя, Миланя. Гран-при присуждаем за глубину раскрытия темы, за содержательность, за хорошее чтение, за культуру стиха и за перспективу, которую мы видим в Паше Айбазове. Гран-при, жюри, я думаю, все мы поддерживаем друг друга. Мы присуждаем, Паша, вам. Сразу видно, что наши дети, то есть вы, уважаемые наши поэты и болельщики, сразу видно, что сильно поэтизированы. Мы заметили, и я думаю, что все со мной согласятся, что и в наших стихотворениях мы очень поэтизированы. Поэтому хочется, чтобы вы иногда обратились к сердцу, к душе человека, к красоте его души, понимаете? Пишите стихи о природе, пишите стихи о любви, о весне. Вот есть тут у девочки хорошее стихотворение. Пожалуйста, пожалуйста, поменьше рифмованных плакатов, поменьше рифмованных прокламаций, поменьше рифмованных вот этих политических лозунгов, а побольше души. Награждается вжжащаяся гимназия номер 4 Абшокова Азида за активное участие в политическом тренинге. Прежде чем я представлю нашего следующего дипломанта, я хочу пожелать всем нам как можно больше таких встреч. Поблагодарить наших юных поэтов за участие, пожелать им здоровья, успехов в творчестве. Я считаю, сегодня нет побежденных, есть только победители. Дорогие юные друзья, чтобы ваш слог стал более искренним, более ярким, я желаю вам как можно больше читать поэтических произведений. Поэзия вечно, как и слог. Ну а сейчас я зачитаю диплом, награждается студент Медицинского колледжа призвания Кочесоков Кантемир за активное участие. Поэтическом турнире. Знаете, еще приятно то, что мы никого не организовывали. Это был позыв самих участников. Это был их зов души прийти сюда. Так как можно чаще приходи к нам и будешь победителем их жизни. Спасибо. За третье место в поэтическом турнире вы поэт, ваш выход, Бербетова Камила. Я думаю, молодец, дерзай дальше. Чего-то на душе не так хорошо. Быстро кончается. Знаете, как прекрасно, и разговоры очень прекрасные, и стихи слушающие, лица такие открытые. Тем более в нашем заведении. Вот это все, как говорится, пусть этот миг продолжится. За второе место в поэтическом турнире, я не знаю, тут баттлы, я не знаю, но вот здесь написано, вы поэт вопросительный, я бы сказал, вы поэт, ваш выход. Вот так пойдет. Бабуева Милана. Милана. Все будет прекрасно, только много надо работать. Дорогие ребята, вы все свидетели, и я думаю, вы поддерживаете мнение жюри, что абсолютным победителем нашего поэтического турнира стал Павел Айбазов. Это грамота за первое место. Паша, так, вот, и еще, и еще, более того, я поняла, что и в самом деле ты являешься абсолютным победителем, потому что и зрители, и наши друзья, сидящие здесь, юные, тоже и зрители отдали предпочтение тебе. Молодец, работай дальше. Я уверенна, что это грамотно. Удачи тебе. Удачи. Удачи. Павел Айбазов, 15 лет, 8 класс, школы, гимназии, номер 4, города Нальчик. Очень приятно, знал, какие-то гимназии у нас ребят. Павел, почему и как ты начал писать? Начал писать сначала на праздники родным, на день рождения, на 8 марта, 23 февраля, Новый год. Позже на какие-то небольшие поэтические события, на какие-то мероприятия школьные. Дальше оказалось, что некоторые мои стихи вполне достойны того, чтобы выйти на более высокий уровень. И постепенно мы доходим до таких мероприятий, где я читаю небольшие свои поэтические сборники уже. И это меня очень радует, да. Уже даже сборники? Да, да. О чем твои стихи? Мои стихи посвящаются в основном важным историческим событиям нашей родной истории. Это присоединение Крыма к России, это Олимпиада и Паралимпиада, которые проходили в России два года назад. Это единение наших кавказских народов, еще, наверное, это отношения между людьми, отношения в обществе. Еще часто бежуя стихи под впечатлением от каких-то пейзажей. Часто бывает, что я выхожу на балкон, вижу, насколько красивые немы, насколько красивые горы, и ничего не могу с собой сделать. Приходится брать тетрадку, приходится брать авторучку и начинать писать такой портрет, описание этого пейзажа. Скажи, пожалуйста, кто тебя поддерживает, кто является первым слушателем? Конечно же, мама. Тут, конечно, не обсуждается, всегда поддерживает, абсолютно всегда помогает поискать рифму. Бывает так, что обзваниваются все родственники, все знакомые, и ищется рифма необходимым словом. Обязательно находится, вот так пишутся наши стихи. Поэтому первым слушателем, естественно, и помощником главного в работе является мама. Ты первый раз в этой библиотеке? В этой библиотеке далеко не в первый раз. Я стараюсь регулярно участвовать в мероприятиях, которые она проводит. Мне очень нравится сама библиотека, ее книжный фонд. Я часто прихожу почитать, так как некоторые книг настолько редких, что у нас дома нет, хотя у нас дома обширная библиотека. Я с удовольствием читаю собрания каких-то советских писателей, собрания зарубежных писателей. Советские сборники какие-то, потому что книга тогда была очень интересным и правильно напечатанным изделием. И никогда не было ошибок. И всегда все было четко в содержании, все было очень удобно к чтению. Мы хотели обратить внимание на детей, на молодежь, пишущую. Уже на протяжении нескольких лет при читальном зале Государственной национальной библиотеки Кабардино-Балкарской республики имени Тимбору Кубатиича Мальбахова работает клуб любителей русской словесности. И вот в рамках этого клуба мы проводим очень много вечеров разного рода, в том числе и поэтических, посвященных юбилеям поэтов, как наших, так и зарубежных, русских, российских, современных. Но к детям мы никогда не обращались. А так как 21 век объявлен веком ребенка, то мы решили, что это будет правильно. Потому что мы знаем, что у нас в городе работает клуб «Свеча», замечательный клуб, в котором собираются одаренные дети, дети-литераторы, молодые начинающие литераторы. Мы знаем много детей в разных школах города. С которыми работают преподаватели, учителя русского языка и литературы. Недавно у нас прошел поэтический конкурс, посвященный 71-й годовщине Великой Победы. Этот конкурс проводили совместно наша библиотека и молодежный комитет при общественной палате Кабардино-Балкарской республики. И я была в жюри этого конкурса, и там было очень много деток, больше 70. Замечательный был конкурс. Просто душа радовалась, когда мы слышали их выступления. И жюри было сказано, что дети некоторые будут читать свои стихи. И за это мы давали еще плюс один балл. И знаете, таких была, наверное, добрая половина. И вот это все вместе суммируя, мы решили, что нам нужно обязательно о них сказать, заявить, обратить на них внимание, помочь в чем-то. И не случайно сегодня у нас был в жюри и Тхазеплов Хасан Меседович. Мы очень рассчитываем, что будут публикации в журнале, где он руководит, литературная Кабардино-Балкария. И присутствовали журналисты Кабардино-Балкарской правды. Вот членом жюри-председателем была Матаева Светлана Мустафаевна. Были представители советской молодежи. Вот Наталья Печенова, наш большой друг. И мы хотим, чтобы они не просто писали в столк, что называется, или вели какие-то дневники, которые потом забудутся. Вот юношество пройдет, детство пройдет, и все на этом закончится. Мы хотим, чтобы это получило дальнейшее развитие. И я очень надеюсь, что это наше начинание, оно будет продолжено. Мы вообще проводим это в рамках проекта «Дети XXI века. Дети света». Так говорит о них Ли Кэрролл, первый, наверное, он об этом сказал, писатель, наш современник, что дети этого века, они отличаются от предыдущих поколений. Они совсем другие. Их называют по-разному. И детьми света, и детьми тысячелетия, и новыми детьми. И вот сегодня, мне кажется, наша встреча это показала очень явственно. На самом деле. Они так глубоко думают, они так глубоко мыслят, и так широко. И мальчик, который у нас получил гран-при, и получил приз зрительских симпатий, и обе грамоты, Айбазов Павел, ничуть не умаляя остальных молодых поэтов, их значение, их творчество, их стихов, его, конечно, особо мне хочется выделить. Это, ну, просто настолько доказательно, все в нем есть. И гражданственность, и лиричность, и интернационализм, и толерантность. И он говорит так о нашем крае, о Кавказе, о любви к родине. Это просто удивительно, что ребенок может так понимать всю важность жизни и всего того, что в ней происходит. Главной целью и задачей поэтического турнира было выявление талантливых детей, привлечение к поэтическому творчеству и поддержка литературного творчества юных авторов. С этой задачей все справились вполне успешно. Уважаемые телезрители, вы смотрите программу «В мире знаний». Оставайтесь с нами. Кабардино-Балкария. Территория ее 12,5 тысяч квадратных километров. Это небольшая частичка замечательной страны, носящей гордое имя – Кавказ. Эти километры лежат между Эльбрусом и Тереком. При Эльбрусе – всемирно известный горнолыжный курорт, над которым возвышается Эльбрус. Его высота – 5 642 метра. Высшая точка Европы. Стремительно несутся вниз горнолыжники. К стартам их поднимают современные канатные и подвесные кресельные дороги. Царство скорости, ярких красок, синего неба, величавых гор. Люди уже сегодня раскрасили эти горы во все цвета радуги, получая в награду радость высоты и счастье полета души. Всего 100 километров от Эльбруса до Нальчика. Нальчик – столица Кабардино-Балкарии. Административный, научный, промышленный, экономический, культурный центр республики. Город-сад, город-курорт, город-труженик, город-праздник. Чирекское ущелье. Горные сады, старинные сторожевые башни, а еще знаменитое озеро Голубой Сапфир Чирека со своим дайвинг-центром. Глубина озера – 258 метров. Круглогодичная температура – 9,3 градуса. Гидроэлектростанция, Нижний Чирекский каскад, тоже одна из достопримечательностей ущелья. А это Чигемское ущелье. Край водопадов, турбаз, сторожевых башен. Эти памятники мавзолеи, которые стоят здесь с 13 века, ученые считают архитектурным и историческим достоянием не только чигемцев, но и всего мира. Высокогорный сад. Кабардинские лошади. Их выращивают для погранзастав, туристических прогулок, а еще для ипподромов. Прохладный город, расположенный на Кабардино-Балкарской равнине. Крупный железнодорожный центр страны. Город с развитой промышленностью. Прежде всего, прохладяне славятся высококачественным коньяком, отличными винами и высокотехнологичным кабельным производством. Одним из лучших в России. Зольская земля. На равнине. Это прежде всего Тамбуканское озеро, знаменитое своей лечебной грязью. Без нее, без этой грязи, немыслимы сегодня курорты Кабардино-Балкарии и Кавминвод. Сказка Зольских гор, Каменомосские озера. Альпийский молочный завод, производящий вкусную, полезную и нужную продукцию. Терская земля. Она овеяна легендами и легендарной былью. Именно отсюда, с берегов Терека, кабардинский князь Темрюк отправил послов в Россию, предлагая мир ей и союз. Дружба, заложенная тогда, крепчает из года в год. Вот уже 450 лет ей, этой дружбе. Терчанам есть чем гордиться. Этой рукотворной плотиной или сверточным алмазным инструментом, которые собирают терские девушки. Горы и равнины Кабардино-Болгарии. Они прекрасны. Надо только повнимательнее присмотреться к ним и к их хозяевам. И вы поймете, что это именно так. Приезжайте, убедитесь. Вы полюбите этот край навсегда. Спасибо, уважаемые телезрители, что все это время оставались с нами с телекомпанией Нотер Начек. На этом наша программа подошла к концу. И мы встретимся с вами, как всегда, в следующий понедельник в программе «В мире знаний». Удачи вам! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова